Молодежный аналог Олимпиады Молодежный аналог Олимпиады На церемонии присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Международной Федерации Университетского Спорта Олег Матыцын. Старт Зимней Универсиады объявил Владимир Путин. Объявляют 29-ю Всемирную Зимнюю Универсиаду открытой. После приветствия спортсменов зрителей увлекла невероятная программа «Церемония открытия». Легенда, отражающая всю красоту и величие Сибири, оставила под впечатлением тысячи зрителей. Режиссер «Церемония открытия» Илья Авербух собрал на одной площадке более тысячи артистов и показал самобытную культуру и быт народов, живущих на берегах Енисея. Друг друга сменяли сцены о достоянии Сибири и достижениях ее жителей. Шаманы танцевали под этническую музыку, рыбаки острожили северную рыбу. Гигантские чайные пары олицетворяли русское гостеприимство. Отдельное внимание в сценарии «Церемония открытия» было отведено проекционному шоу с картинами великого русского художника Василия Сурикова, родившегося в Красноярске. На сцене ожил сюжет картины «Взятие снежного городка» и начались народные гуляния. Песня «Валенки» в исполнении певицы Нюши стала символом приближающейся масленицы. Певица Зара исполнила колыбельную, прокатившись на золотом полумесяце под сводами платином арены и передала главным героям представление бумажный кораблик, словно вдохновив их на освоение Сибири. Основной акцент был сделан на многообразии культуры Сибири. Известные во всем мире красноярцы писатель Виктор Астафьев, художник Андрей Поздеев, оперный певец Дмитрий Хворостовский оставили богатое наследие и обеспечили городу статус одной из культурных столиц России. Заключительным аккордом шоу был фейерверк, который переместился из спортивно-зрелищного комплекса «Платину Марена Красноярск» на улицу. Универсиада – уникальный интернациональный праздник молодости и спорта. Язык спорта понятен каждому, он объединяет народы и поколения. На время студенческих игр в Красноярск приехали тысячи зрителей и спортсменов со всего мира. Именно поэтому к международному событию в общей сложности построили, реконструировали и отремонтировали 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Среди которых и уникальный фан-парк «Бобровый лог» – единственный за Уралом комплекс, который работает 12 месяцев в году, шесть из которых – горнолыжный сезон. Горнолыжный спорт – один из самых распространенных в России. Сейчас мы находимся в фан-парке «Бобровый лог», где будут проходить мероприятия по данному виду спорта. В студенческих играх в Красноярске принимают участие страны, где зимние виды спорта традиционно развиты – Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, а также представители государств, где зимний спорт не имеет широкого распространения – Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты и Ливия. Самыми многочисленными делегациями стали сборные России – 293 спортсмена, Швейцарии – 99 спортсменов и Китая – 79 спортсменов. В командах Исландии и Мексики – по одному атлету, а Лихтенштейн представляют два спортсмена. Открытие универсиады от Гремела – старт спортивным соревнованиям уже дан. Их трансляции вы можете увидеть на телеканале Матч ТВ, ну а мы покажем культурную часть мероприятия и немного закадровой жизни. Универсиада – это не только спортивные соревнования. Масштабная культурная программа студенческих игр насчитывает более 270 мероприятий – выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, экскурсии, спортивные шоу. Одной из особенностей программы стало и проведение фестиваля «Мир Сибири». Фестиваль «Мир Сибири» впервые проходит в зимнее время. Он приурочен к универсиаде, но неизменным остается одно – это, конечно же, ярмарка и мастер-классы, на которых можно научиться ремеслу. Фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в 2019 году впервые прошел в марте, и не в Шушенском, а в Красноярске. «Мир Сибири» – это яркий, динамичный, open-air проект в мире этнической музыки и традиционных ремесел, олицетворение Сибири в чистом виде. Вобрав в себя все разнообразие культурных традиций, как широкая русская душа, открытый всему новому и неизведанному, фестиваль сохраняет свою самобытность. «Здорово, что появляются новые форматы, тем более этнических фестивалей. Республика ТВ здесь представлена Туристко-информационным центром. Идет презентация турмаршерутов республики, также событийных мероприятий. Еще одна площадка – это на острове Татышева. Там предприниматели Республики ТВ представили свою сувенирную продукцию». Марафон живого фолка – уникальная комбинация этнической и современной музыки в сочетании с ярмаркой декоративно-прикладного искусства, музыкальными и ремесленными мастер-классами, творческими встречами, арт-объектами, фотозонами, множеством интерактивных локаций, точка притяжения, десятков тысяч гостей и сотен участников. Еще одна особенность зимнего фестиваля – это новая площадка, экономический потенциал регионов России. И узнаем, чем богата наша Родина. На выставке можно сфотографироваться с катушкой Теслы, узнать историю самого первого города Красноярского края – Енисейска, подержать в руках слиток золота стоимостью более 33 миллионов рублей и узнать о том, как из руды можно получить драгоценный металл. Золота не видно. На тону вот такой вот руды приходится всего 3-4 грамма золота. И физическими медами его никак оттуда не извлечь. Помогает вот эта красавица – бактерия. Она кушает сульфиды, в которых сидит золото, как обертку от конфет, как кожуру от орехов. Она сидит все, что нам не нужно, оставляя только золото. И вот такая вот благородная бактерия помогает нам извлекать золото из руд, из которых другими способами его не извлечь вообще никак. На мир Сибири приехали более тысячи экспонатов – от простейшей деревенской самоделки до старинного английского рубанка 1780 года. На обрядовой поляне воссозданы традиционные жилища коренных народов, проживающих на берегах Енисея. И венкийский, и таймырский чумы, оленеводов и традиционное тувинское жилище – юрта. Но это не единственная юрта, которая приехала в Красноярск из Тувы. Республика Тува представлена на выставке в этно-деревне. Для того, чтобы добраться до места назначения, можно прогуляться по пешеходному мосту через реку Енисей и понаслаждаться видами. Универсиады – это всегда больше, чем просто соревнования. Игры в Красноярске не стали исключением. Спортивные состязания соседствовали с яркими культурными проектами. Именно благодаря этим проектам приехавшие со всего мира болельщики и спортсмены смогли узнать сразу три сибирских региона, объединенных не только могучей рекой, но и культурой, искусством, заповедными местами, обычаями и силой духа. Каждый из регионов смог представить свои национальные предметы быта, жилища и традиционные направления культуры на острове Татышев. Представляем туву, проводим мастер-классы, чаем, поем, горячим, помогаем людям согреться. Быть за 800 километров от дома, но оказаться в родной юрте всегда приятно. Здесь сама атмосфера согревает. Несмотря на то, что спортсмены из Тувы не принимали участия в универсиаде, наша республика проявила активную позицию. Помимо мира Сибири, регион представляли и мастера на уже традиционном для Красноярска фестивале-конкурсе «Волшебный лед Сибири», который собрал вместе команды лучших мастеров из России, Китая, Японии, Белоруссии, Латвии и других стран. Из самого центра Азии, в самое сердце Сибири, скульптуры изо льда туинских мастеров представлены в этногородке. Весна их немного потрепала, но почерк узнается. Парк универсиады, который в полной мере сумел отразить все культурное наследие Сибири, смогли оценить спортсмены из других стран, которые в свободное от состязаний время с удовольствием приезжали на остров Татышев. Привет, меня зовут Ян. Я сноубордист из Чехии. Я рад, что приехал на универсиаду в Красноярск. Очень интересный город. Мне он очень понравился. Я хочу сказать, что организаторы отлично поработали. С большим интересом прогуливаюсь по парку универсиады. Он клевый. Привет, Козел. Прогуливаясь по парку универсиады, каждый мог насладиться колокольным звоном, который доносился с самой отдаленной поляны. Красноярские кузнецы развернули свою площадку, где обучали всех желающих делать кованые изделия. Площадка привлекла всех, кто заглянул в парк универсиады. Наша съемочная группа не смогла упустить возможности попробовать себя в данном деле. Как бы ни было тяжело, но мы наковали счастье для сборной России. Поэтому пожелаем ребятам удачи и будем ждать результатов. Подействовала подкова или нет, остается только догадываться. Но на сегодняшний день у России есть все шансы стать лидерами в общем командном зачете. Напоминаем, что сборная России завоевала 19 наград в 4-й медальный день универсиады в Красноярске и еще на шаг приблизилась к досрочной победе в общекомандном зачете турнира. После серебряного начала предыдущего соревновательного дня сборная России вновь взяла курс на победы. До завершения турнира спортсмены поборются за 27 комплектов медалей. Это значит, что уже в ближайшее время сборная России может досрочно выиграть медальный зачет домашней универсиады. На прошлой зимней универсиаде, которая прошла в 2017 году в Алма-Ате, сборная России выиграла общий зачет, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград. Студенческие игры в Красноярске завершатся 12 марта.